тема сегодняшней вечерней лекции откровенно безумные скажем прямо это критика чистого разума канта прочитанная как детектив на долю человеческого разума выпала странная судьба его осаждают вопросов которых он не может уклониться так как они навязаны на собственной природе но тоже время не может ответить на них так как они превосходят возможности человеческого разума вот я прочитал самое начало введения критики чистого разума и мы сразу же понимаем что мы читаем детектив или вернее нам хочется подумать что мы читаем детектив начали каждое философское произведение критика чистого разума не исключение в данном случае ставится загадка некоторый вопрос который хочет или должен или может любые оттенки модельности затем философ ответить и дальше во второй или половине третьей или последней третьей своей работы он предлагает эти ответы любой опытный автор и читатель детективов сразу же узнает здесь очень хорошо знакомую структуру нечто таинственное непонятное невозможное почти немыслимое происходит на первых страницах дальше она как-то развивается проясняется и иногда мы будем откровенно практически всегда в конце получается на разгадка на самом деле музыкальные произведения строятся также но не буду даваться вот глубочайшую интересную тему мы говорим о критике чистого разума на долю человеческого разума выпала странная судьба это уже очень характерная лексика для детективного произведения а 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 дальше канту прямо введение говорит о редукции очень много они рассуждают насколько можно много рассуждать об этом на двух страницах но это уже не так интересно потому что мы испорчены восприятием холмса который рассуждал о редукции не очень правильно потому что надо было говорить об индукции в этом моменте но ладно уж прости вам это а 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 и а и еще одна аллюзия говоря так я мысленно вижу лице читателей смешанные с презрением недовольства по поводу таких хвастливых и нескромных притязаний между тем они нескромнее и скромнее и дальше начинают скромничать само слово хвостовство очень сильно сразу нам напоминает худощавого долговязого типа из Лондона как правило с трубкой иногда со скрипкой в руках Субтитры создавал DimaTorzok